Сейчас на предприятии Полиграф Плюс трудится 12 человек. Им удается справляться с большим количеством заказов, среди которых нередко бывают и срочные. Они знают все не только о полиграфии, но и о сувенирной продукции, которая, впрочем, хорошо знакома жителям Одинцовского района. Ведь одни из самых частых заказчиков типографии – администрации городских и сельских поселений. Изначально, с первых дней, во многом наше производство было сориентировано на запросы администрации сельских и городских поселений Одинцовского района, а также, собственно говоря, муниципальных властей, различных подразделений, структур, комитетов. Маленькие предприятия есть большой плюс. Они могут быстро перестраиваться. Они мобильные, они гибкие. У них очень гибкая система по ценообразованию. И очень часто даже у нас возникают вопросы и в системе образования, и в системе спорта. Нужно буквально за ночь сделать либо кубки, либо грамоты какие-то, либо еще какую-то продукцию, которую мы, конечно, на больших полиграфических сервисах разместить и не успеваем, и не можем. И здесь, в общем, помогает компания Полиграф Плюс уже многие-многие годы. В ноябре Полиграф Плюс отметит 15-летний юбилей. И к этому рубежу Одинцовскому предприятию есть чем гордиться. Увеличился не только штат сотрудников, но и техническая база. У нас пять многофункциональных цифровых устройств, печатающих. Три резографа – это дупликаторы, которые обеспечивают черновую продукцию, пользующие спросом, потому что дешевые в рекламных целях. Это лазерный гравер, который позволяет персонализировать ту же наградную продукцию, те же планинги, ежедневники и так далее. Это совсем недавно приобрели ОФ широкомасштабный плотер, который позволяет печатать на любой твердой поверхности, например, на дереве, на папках, на ежедневниках, планинках, на бутылках, если они квадратные. Раньше Одинцовское предприятие занимало 36 квадратных метров, сейчас ему и 238 не хватает. Наступление декабря, говорит Андрей Серпуховетин, ждут с опаской. Уже традиционный подарок к Новому году от арендодателя – увеличение стоимости аренды на 10%. И если в этом году ничего не изменится, удерживаться на плаву небольшой компании станет еще трудней. А повышать стоимость продукции или услуг вы планируете? Повышать стоимость продукции – это значит, можно выйти с рынка. Потому что... Непринанская жесткая. Непринанская жесткая. В самом деле с московскими компаниями. Мы с вами разговаривали, у нас даже в Одинцово порядка 20 предприятий, которые занимаются в этой области. Андрей Иванов пообещал помочь предприятию с поиском помещения, которое будет находиться в черте города Одинцово и подойдет по главному параметру – цене. Мы найдем помещение, но важно будет либо договориться с кем-то о разумной цене, а у них тоже там свои бизнес-планы, своя экономика и так далее, и так далее. Либо найти в нашей муниципальной собственности помещение, которое можно было бы использовать под, в данном случае, под типографию. Тогда с ценой проще. Мы всегда можем выйти на совет депутатов, обсудить с коллегами вопрос поддержки и установим ту арендную плату, которая, собственно, позволит предприятию дальше развиваться. Кроме того, в ближайших планах проведение круглого стола, на который будут приглашены представители полиграфического бизнеса Одинцовского района. Мы бы поставили цель всем предприятиям работать в неком регламенте и, так скажем, защищаться от внешних факторов, от тех компаний, которые приходят в Одинцовский район со стороны. Нам очень важно поддерживать наше производство. Выездной формат традиционных встреч с предпринимателями позволяет властям лучше понять проблемы бизнеса и оперативно оказать содействие в их решении. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...